Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Газнатин. Сегодня тема лекции урока следующая. Болезни пищевода и восточная медицина. Сразу мы говорим, это тяжелое состояние организма. Почему? Потому что тяжело диагностируется. Немногие лекари и врачи могут похвастаться, что сразу могут поставить диагноз болезни пищевода. Очень тяжело. Потому не шутите с этим заболеванием. Это мой вам человеческий совет. Западная медицина вам в помощь, анатомия вам в помощь. Все-таки нужно посетить врача, пообщаться с ним, рассказать. Если вас врач, ваш лечащий услышит западной медицины, очень хорошо. Если нет, бегите от этого врача. Сразу вам говорю, бегите. Потому что потеряете очень много времени. А если потеряете много времени, то болезнь пищевода вселится больше в вас. И будет что? Вами манипулировать. Почему? Потому что, прежде всего, болезнь пищевода – это нарушение прохождения пищи по пищеводу. Это, возможно, болями, дискомфортом и всеразличным состоянием, которые у каждого проявляются негативно по-своему. Это спазмы пищевода. Это, конечно, уже состоявшаяся грыжа пищевода. Это, как ни странно, астма. Это, как ни странно, одышка. И боли в области сердца, которые могут провоцировать у человека приступы паники. Вот так вот. Смотрите, что может пищевод. Почему? Потому что он контролирует либо проходит кардию. Пожалуйста, кому непонятно, что такое кардио, анатомия, уважаемые зрители, вам в помощь не поленитесь. Посмотрите, откройте для себя. Ну и, конечно же, чем нам может помочь акупунтура? Диагностикой 12 меридианов. Частенько. 12 меридианов воспаляются частенько. И нужно это воспаление вовремя снять. Если вы не снимете это воспаление, то это, возможно, чревато негативным посредством. Каким? Отышкой, боли в сердце, вот это вот паническим состоянием, невозможностью человека заснуть, невозможностью, человек может спать только сидя, он не может лечь. Распухает диафрагма, как барабан. И человек не может, не знает, откуда у болезни растут ножки. Поэтому здесь необходимо очень детально обследоваться. Но поверьте моему опыту, и мне раз уже обращались, и мне много раз, что болезнь пищевода с помощью акупунтуры снять спазм очень легко. А если вы еще знаете, откуда, скажем так, ножки растут в этой болезни, то с помощью акупунтурных точек можно избыточную энергию отвести от пищевода. Вот и все. Элементарно просто. Есть точки кардии, они нам в помощь. И состояние 12 меридианов нам в помощь. И диагностика 12 меридианов нам в помощь. Если меридианы 12 воспаляются, то что? Это воспаление нужно снимать. Здесь подсказка вам, уважаемые зрители. Так как у нас пищевод находится спереди, передняя часть, мы знаем, что это низкие. И частенько болезни пищевода могут провоцировать боли и болезненные состояния, когда правильно, в ночное время суток. Потому акупунтура здесь вам в помощь. Если вы знаете, что у вас все 12 меридианов воспалены, данные точки нужно всех 12 меридианов, общего укрепляющих, что расслабляет. Какие? Точку Е36, если вы уверены. Что 12 меридианов воспалены. Точка GI4, точка ВБ39, РП6, точка ТР5, IG3, Р6, ВБ41. Нужно их расслаблять, чтобы отвести этот избыток, который и провоцирует это болезненное состояние пищевода. И точка ВБ43 сельцы вам в помощь. Данную точку точно так же можно включить при всеразличных проявлениях болезни пищевода, боли, дискомфорта и так далее. Все, что может эта болезнь, проявиться в человеке нелетиво. Данную точку нужно расслаблять. Спасибо за внимание.